Внимание! Пожарная привода. Срочно крем-какливать помещение. В случае пожара важно сохранять спокойствие. Без лишней суеты учителя выводят школьников к запасному выходу и проводят через пристройку на улицу. Ученики собрались перед зданием лицея и пересчитались. По плану один из лицеистов остался в якобы задымленном помещении. Школьники должны знать, как действовать в таком случае. Восьмиклассник Саша встал на подоконник и привлек к себе внимание. Мальчик признается, несмотря на то, что это просто учение, и прыгать он уже тренировался, было страшно. Поэтому в случае настоящего пожара лучше вместе со всеми учениками построиться и выйти на улицу. У меня коленки тряслись. Я из окна вылез. Холодно. Коленки трясутся. Прыгаю. И меня поймали. И какое-то снова облегчение. Кроме практики, школьники узнали и теорию. Спасатели научили детей надевать противогазы. Рассказали историю гражданской обороны. И как нужно действовать в экстренной ситуации вне школы. МЧСники подчеркивают необходимость таких тренировок. В любом случае, в наше время человек должен быть адаптирован к нынешним, нашим современным условиям жизни. Соответственно, полезно. Пригодится, вернее, не пригодится. Но будем надеяться, что не пригодится только в учебных целях. Что на практике ребята такого не испытают, что будут все без чрезвычайных ситуаций. В 61-м лицее учения проводятся два раза в год. В начале учебного года и в конце. Кроме этого, школьников раз в неделю обучают безопасности на уроках ОБЖ. До конца октября спасатели проведут такие лекции и тренировки во всех школах Улан-Удэ. Анна Зуева, Инесса Дондукова, Даржичейдопов. Новости дня.